Они в буквальном смысле замерзают на работе. На горячую линию агентствователь новостей поступил звонок из Речицы. Специалисты местной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений в середине ноября об отопительном сезоне даже не слышали. Температура в кабинетах не выше 5 градусов. Ольга Холодович разобралась в ситуации. Плюс 6 на улице и плюс 6 в кабинете. Такая стабильность вынуждает работников этого офиса выдерживать дресс-код полярной станции. В тренде только верхняя одежда. Специалисты Реческой инспекции по семеноводству переехали в это здание еще летом и не думали, что даже к ноябрю не дождутся отопительного сезона. Все вот так вот приходят на работу? Да, одевают, свое снимают, одевают здесь кофты, куртки, жилетки, сапоги, штаны на синтепоне. Насморк, конечно, есть, кашляет. Узнать, почему в кабинетах температура ниже допустимой нормы нашей съемочной группе оказалось непросто. Руководство предприятия попросту закрыло дверь. А может, сквозняк? Нас не приглашали. Какое вы имеете право вообще снимать? Нам не холодно. И никуда мы не жалуемся. У нас проблемы день-два, они решаемые. Все, до свидания. А вот в Гомельской областной инспекции, это главный офис предприятия, куда мы отправились, чтобы узнать, когда потеплеет у их коллег из Речицы, картина совсем другая. Здесь даже открывают окна на проветривание. Может быть, поэтому в таких теплых кабинетах проблема в Речице не кажется особенно острой. Тем более, что отопительные котлы уже закоплены несколько месяцев назад. Только вот когда их установят, до сих пор непонятно. Руководство Гомельской областной инспекции пояснить, когда придет тепло в Реческий филиал, нашей съемочной группе отказалось. А вот что касается погоды за окном, то в ближайшие несколько дней выше 5 градусов синоптики не прогнозируют. Ольга Холодович, Александр Мурашкин, агентство теленовостей.